Как же включиться в творческий процесс? Где найти вдохновение для продуктивного мышления? Я перебрал множество советов и выбрал для вас 5 основных идей. Большинство из нас используют свое воображение только до конца начальных классов. Детей поощряют не за нестандартное мышление, а за ответы, которые хотят от них слышать. Но как это научит их отвечать на те вопросы, на которые еще нет ответов? Хорошенькое дело. Разгребать завалы в шкафу. Интересно, чей это? О, очки Дениса. Венок Лизы. Смотрите, я Лиза. Лиза, привет. Я, кажется, знаю, что с этим делать. Мне кажется, цель каждого человека понять, какой у него дар и как его использовать. Здорово, когда ребенок понимает, что в нем есть что-то особенное и что нужно только хорошенько это в себе поискать. Я убеждена, что каждый из нас по-своему гениален и лишь нуждается в стимуле. Ни в коем случае нельзя сдаваться, пока не найдешь эту свою особенность. При должном желании создать трехмерную короткометражку можно и в одиночку. Но на это уйдет не меньше года, да и работать, пусть в небольшом коллективе, но гораздо веселее. Однако, какой бы вариант вы не выбрали, процесс, именуемый пайплайном, остается практически неизменным и делится на три важных стадии. Популяризации трехмерных мультфильмов и упрощению процесса анимации мы сегодня во многом обязаны студии Pixar. И, как ни странно, Стиву Джобсу, который, поверив в этих ребят и в их самый отчаянный момент, вложил в них довольно приличные деньги. Если вы так мастерски украшаете новогодние елки, что даже ваш кот из уважения не смеет на них покуситься, то, чтобы не пошатнуть свой авторитет на ближайшие пару минут, уберите барсика от экрана. Потому что сейчас перед вами предстанут самые удивительные праздничные ели последних лет. Место, где вы вряд ли встретите ларек с мороженым. И где наверняка летают пингвины, пока их никто не видит. Место, где выступала с концертом лишь рок-группа «Металлика». Это Антарктида. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»